Мария Бутина ответит за свою сговорчивость Мария Бутина ответит за свою сговорчивость Американский суд счел россиянку угрозой национальной безопасности США 16. Газета «Коммерсант» номер 76 от 27 апреля 2019 года Строение 3 Федеральный суд округа Колумбия в пятницу поставил точку в одном из наиболее громких эпизодов Компании по выявлению российского вмешательства во внутриполитические дела США Россиянка Мария Бутина была приговорена к 18 месяцам тюрьмы за сговор с целью незаконной работы на правительство РФ Проведенные ею в заключении 9 месяцев будут учтены, так что госпожа Бутина сможет вернуться на родину в начале следующего года Ее адвокаты уверены, ключевую роль при вынесении приговора сыграло то, что она россиянка Перед вынесением приговора Мария Бутина, появившаяся в зале заседаний в тюремной робе, обратилась к суду с просьбой проявить снисхождение Родители узнали о моем аресте из утренней программы теленовостей, которую они смотрят в своем сельском доме в сибирской деревне Сказала она, я очень их люблю, но я нанесла им моральный и финансовый ущерб Они страдают от этого Я разрушила и свою собственную жизнь Я приехала в Соединенные Штаты не по чему-то приказу, а только с надеждой на лучшую жизнь, твердый знак Но теперь у меня осталось только раскаяние Уроженко оборнула и основательница общественного движения права на оружие Мария Бутина была арестована в Вашингтоне в июле 2018 года По утверждению обвинения, россиянка выполняла указание экс-зампреда Центробанка и бывшего члена Совета Федерации Александра Торшина Как считает прокуратура, госпожа Бутина во время учебы в Вашингтонском American University Установила контакты с руководством влиятельной Национальной стрелковой ассоциации в США и рядом консервативных представителей Республиканской партии В одном из писем, отправленных на электронную почту сенатора Торшина, Мария Бутина предложила использовать эти связи для продвижения российских интересов в Соединенных Штатах В декабре прошлого года россиянка официально призналась, что работала в США на власти России и не уведомила об этом американский Минюст, как того требует закон После этого госпожа Бутина согласилась сотрудничать со следствием и, как утверждает ее защита, провела не менее 50 часов, отвечая на вопросы сотрудников правоохранительных органов Дважды россиянку допрашивали члены следственной группы спецпрокурора Роберта Мюллера, курировавшего расследование о российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года, но в итоге показания Марии Бутины сочли несущественными В конце минувшей недели федеральная прокуратура США направила очередное ходатайство в суд округа Колумбия, попросив приговорить гражданку РФ к 18 месяцам тюрмы Как заявили следователи, россиянка не является шпионом в общепринятом смысле этого слова, но ее действия могли нанести ущерб интересам национальной безопасности Соединенных Штатов В качестве доказательства приводились показания экс-помощника руководителя контрразведывательного департамента ФБР Роберта Андерсона, утверждавшего, эти действия были частью спланированной разведывательной операции, организованной Россией на территории США В ответ адвокаты госпожи Бутины заявили протест, уточнив, что обвинения в шпионаже никогда не предъявлились их клиентке По утверждению самой россиянки, она была готова зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США, но не знала, что этого требует закон «Я глубоко сожалею об этом преступлении не только потому, что это нанесло ущерб мне, моим любимым друзьям и моей драгоценной семье, но, как бы странно это ни прозвучало, потому что это помешало моим попыткам улучшить отношения между нашими странами», — сказала она в суде Прокурор Эрик Кеннерсон напомнил судье, что Мария Бутина действительно пыталась установить контакты между политиками двух стран, но эти контакты, по его утверждению, были бы полезны только для правительства России «У нас нет никаких сомнений в том, что она не была обычной студенткой», — заявил прокурор Действия Бутины демонстрируют, как легко иностранное правительство может вербовать американцев на территории США Как из дела Мария Бутина исключили шпионаж Один из адвокатов россиянки, Альфред Керри, в ответ назвал эти утверждения абсурдными «Мария не шпионка», — подчеркнул он, — «она не имеет отношения к российской разведке Она никогда не работала на правительство России Она не знает, что такое шифры, тайники и нелегальные агенты Она никогда не вела тайную деятельность и никогда не лгала нашему правительству Другой адвокат россиянки, Роберт Дрисколл, в пятницу отметил «Не думаю, что она в тюрьме исключительно из-за политики» Но любой, кто думает, что кто-либо, кроме русского, мог оказаться в такой ситуации Сам себя обманывает Перед вынесением приговора судья Таня Чаткан рассказала, что получила более 20 писем от неназванных корреспондентов Положительно описывающих Марию Бутину Но эти свидетельства не заставили ее изменить свою позицию Ее действия не были поступками обычной студентки, которая не понимает, что она делала Заявила судья, добавив, что россиянка поставила под угрозу интересы национальной безопасности США После ареста госпожи Бутиной российский МИД неоднократно заявлял протесты американским властям Называя дело сфабрикованным Фотографию россиянки внешнеполитическое ведомство в прошлом году сделало официальным аватаром для своих страниц в соцсетях Комментируя в пятницу в разговоре с РИА Новости итоги судебного разбирательства Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов призвал российское внешнеполитическое ведомство Добиваться полной отмены приговора и выплаты госпожи Бутиной компенсации за то, что она находилась в тюрьме В посольстве РФ в США назвали приговор вопиющим беззаконием Отметив, россиянку заставили оговорить себя Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила Интерфаксу Что приговор вызывает разочарование Отсутствуют доказательства противоправных действий, совершенных умышленно Которые обязательно при вынесении обвинительных приговоров по этой категории дел Она добавила, что Мария Бутина тяжело переживает эту ситуацию А состояние ее здоровья вызывает большие опасения и тревогу Кирилл Белянинов, Вашингтон